кристин я предлагаю тебе обсудить сегодня некоторые темы которые прислали мои подписчики их охрененное количество там от личных вопросов до профессиональных причем таких знаешь глубоких профессиональных вопросов и личных тоже глубоких вопросов вот хочется с тобой их обсудить и чтобы ты благодаря своему опыту как выпускница 3 потока тоже в общем-то как-то дополнила эти вопросы может быть их больше раскрыла для того чтобы подписчикам было скажем так интересно и весело да давай начнем с первого всем привет меня зовут кристина авдонина и я выпускница 3 потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии и сегодня мы обсудим с алексеем юрьевичем вопрос как отличить заболевания от неврозов и панических атак алексей юрьевич добрый день приветствую это важная большая тема в принципе из-за этого вопроса ей открыл школу действительно много симптомов физиологических схожи с невротическими ну например смотри головокружение слабость вялости к потере концентрации плохой аппетит плохой сон похудение мушки в глазах безразличие апатия казалось бы эти симптомы они присущие так называемому в с д или тревожным расстройством да но на самом деле в медицине с такое понятие как коморбидность и эти симптомы они также свойственны многим другим заболеваниям например заболеванием крови это касается с железодефицитных анемии латентах или истинных это касается гормональных проблем начиная с пролактиномы и высоким уровнем пролактина заканчивая щитовидной железо и половыми гормонами как у мужчин такого женщин это касается дебютов мела лейкозов это касается онкологических заболеваний кишечника и желудка это касается нарушение истинного нарушения мозгового кровообращения и великое множество заболеваний которые могут сопровождаться точно такими же симптомами у нас вот сейчас закончила третий поток да почему мы вас так дрочили с физиологией медицины потому что вы должны научиться видеть и маршрутизировать вот эти красные флаги да когда этот симптом этот синдром и эта жалоба это психологического или эмоционального происхождения либо вы видите что у человека ну прости меня красные флаги уже торчат откуда угодно да а у него нет на руках обследований и вы его обязаны маршрутизировать со словами вы знаете я бы вам рекомендовала обратиться к врачу гастроэнтерологу к врачу гематологу к врачу и эндокринологу ну и так далее то есть вы должны уметь разбираться в этих медицинских и физиологических аспектов чтобы маршрутизировать людей потому что заболеваний великое множество опять же гематологии эндокринологии онкология неврология очень много то есть я правильно понимаю ваша основная задача была научить нас работать в бригадном подходе с врачами бригадном и в современном языке он называется либо мультимодальный либо междисциплинарный до либо мульти дисциплинарный подход когда вот представь себе вы системе как человек которому сходят пациент и пациент разные и не все жалуются на симптомы у кого-то диарея болит живот у кого-то аритмия у кого-то на слабость вялость у кого-то панические якобы атаки у кого-то тревогу код депрессии и ваша задача быть максимально компетентными в том чтобы в этом кейсе суметь разобраться где этому человеку требуется еще консультация гематолога эндокринолога психиатра для психофармакотерапии гастроэнтеролога где-то взять на себя эмоциональную коррекцию до через наш протокол который вы учили и вы выполняете ту функцию который не выполняет никто в этой стране потому что по идее должны выполнять терапевты но если честно так себе психологи вообще далеки от этого поэтому вы у нас такие максимально современные и ваша профессия она идет знаешь между медициной и между клинической психотерапии то есть вы как бы посередине проходите вы затрагиваете медицину и затрагиваете психотерапию и вы идете в середине где вы можете и маршрутизировать и разобраться в симптомах даже показав вам анализ крови вы можете сказать я бы вам рекомендовал обратиться к врачу там гематологу потому что до гемоглобин 100 и он как бы в референсах но посмотрите на ферритин он у вас 2 либо сказать вы знаете вот ваше головокружение слабость вялась разбит утомляемость да есть панические атаки есть тревога но посмотрите вас гемоглобин 82 давайте действовать сообща давайте и поднимем вам гемоглобин с врачом-гематологом и заниматься будем паническим расстройством и тогда это современный правильно но к вопросу о том что допустим я вижу как студент что есть какие-то выходы за референсы что должен дальше делать студент пациентом ты ему корректно объясняешь что его симптомы могут быть не только психологические но и еще связаны с такими-то заболеваниями и ты ему рекомендуешь обратиться к врачу либо из нашей соцсети найти врача по городу либо врачу из клиник доказательной медицины с целью получить от этого врача заключения до что врач гематолог эндокринолог думает по этому поводу многие врачи горит спасибо что ваш там консультант вам посоветовал сюда действительно есть гипотиреоз который действительно может давать такие-то симптомы или гипертиреоз и она молодец потому что мало кто к нам приходит от психологов так называемых да в основном приходят других врачей то есть ты маршрутизируешь клиента если ты видишь что симптом и обследование они ну кричат о том что нужно здесь либо до обследоваться либо направлять к врачу да ну вот я к тому и спрашиваю что как правило пациент 2 ты но вы же не врач как можете мне поэтому да когда направляешь к врачу уже и он подтверждает что у него есть проблемы это вызывает доверие конечно вы не вы смотри это вызывает и доверие причем мы пользуемся высоким доверием у медиков с нами работают самые лучшие врачи и клиники доказательной медицины и сейчас еще российские вузы присоединяются потому что вы не врачи где вы начинаете от себя тело вы человека назовем это там маша иванова да мы на эту машу иванову который жалуется на депрессию тревогу панику слабость вялость разбиться мы на нее смотрим профессионально современно комплексно и мы понимаем что вот здесь маша иванова нужно чтобы поработал гематолог вот здесь маша иванова нужен поработать эндокринолог а вот здесь маша иванова вообще коки принимает оральные контрацептивы и мы говорим маша иванова что по последним это анализом оральные контрацептивы способны вызывать черт побери депрессию твои симптомы может быть дело в этом да и то есть мы учим наших клиентов смотреть современно и очень вас разбираться в этом вот в этой большой широкой палитре под названием медицина и психотерапии я просто в этом не как бы очень быстро можно запутаться и да действительно очень важно что мы просто рекомендуем как люди которые немножко знают медицину вы ее не то чтобы немножко знаете вы и знаете на том уровне на котором вам достаточно да потому что ваши основной профиль это психологическое консультирование все-таки неврозов но чтобы вы были эффективны вот например ваша компетентность там 90 процентов это неврозы а 10 процентов этом маршрутизация коморбидов потому что если даже ты будешь круто консультировать человека с паническим расстройством с тревогой депрессии но если это девочки будет сохраняться железодефицитной анемии или гипотиреоз вы не добьетесь хороших результатов да она простит мужа примет решение внутри конфликта рассосутся в метро она вернется агорафобия с паническими атаками не будет но ее гемоглобин 82 все равно будет давать ей слабость головокружение и так далее а станичность и так далее и тому подобное если не пролоктинома она уже может как бы и решить свои эмоциональные проблемы но ее высокий уровень пролактина будет не давать ей чувствовать себя хорошо а если ты обратишь внимание на эти вещи если у нее есть это да и грамотно еще сработаешь с ее там парнем мужем женой там родителями паническим приступами так далее тогда ты получишь то что мы называем действительно качественной помощью специалист ну вот допустим пациент понял что клиент человек понял что у него например невроз как ему лечить что ему делать самостоятельно маршрут а как он понял ну допустим послушал ваше видео на том же симптом подошли до симптом он услышал симптом подожди очень просто он заходит нашу соцсеть забивает в поисковике свои симптомы например ему выдает соцсеть либо публикации либо видосы наших выпускников он их читает выбираете специалиста пишет специалисту здравствуйте я бы хотел с вами поработать все подбирается специалист кстати а как какое ваше мнение человек должен работать с одним психотерапевтом психологом или он все-таки должен менять я думаю что на первое время клиент имеет право поработать с несколькими психологами и почувствовать если он финансово если он способен финансово это выдерживать он может поработать по одной-две встречи с тремя-четырьмя а консультантами чтобы почувствовать кто ему наибольше откликается и наиболее про него что ли да с точки зрения каких-то вещей ну и все ну то есть это нормально что человек может искать своего специалиста и не с первого раза это может абсолютно ну представь себе вот и девочка да и ты например переехала в новый город у тебя нет никаких знакомых никаких рекомендаций ничего тебе нужны ноготки и эпиляцию и тебе нужно выбрать куда пойти но я тебе говорю крестин сходи значит вот в этот салон в этот салон и в этот салон в этом месяце сделать там потом там потом там и сделай вывод как где тебе больше по карману и где тебе больше по качеству то же сам ничего ну тут тут не нужно тут не нужно эту профессию знаешь возносить какой-то квадрат какие-то боги это просто люди которые кому-то заходят кому-то нет кому-то парикмахер подошел кому-то не подошел кому-то психолог подошел кому-то не подошел кому-то его креативности экспрессивности нестандартность наоборот нужно а какой-то клиентки нужно вот знаешь вот последняя девственница совхоза которая будет насчет вот по другому с ней себя вести а кому-то надо прям их ёшкин кот да ну в общем тут все люди разные просто к тому что он очень часто я сталкиваюсь тем что ой да был я у психологов все фигня я спрашиваю допустим а сколько раз ты был ну было одна водах фигня вообще ну я к тому что как можно делать вывод если ты попал к одному специалисту и торопишься с выводами слушай я честно могу сказать я этих людей понимаю потому что когда ты приходишь поры к психологу именно к психологу не к нашему выпускнику порой одной консультации достаточно чтобы съебаться так далеко чтоб ты больше рядом даже не появлялся то что человек пришел это у меня панические атаки я не могу ездить метро мгать давайте порисуем животных или вот значит вагина давайте родимся второй раз потому что у вас значит вы неправильно родились то есть начинается такая дичь реально такая дичь с клиентами что клиенты сергид ебать куда я попал вообще они действительно как пробки вылетают оттуда вид но у вас нахер с вашей психологии и есть я их прекрасно понимаю я бы тоже подумал что какие-то ёбнутые люди просто проблема этих людей в том что они же начинают обобщать на все на всех и вот в этом большая проблема но мы с этим боремся для просто бывает такое что даже но я пробовала несколько психологов и тебе просто не заходит темп с которым работает с тобой специалист или ты чувствуешь что нет принятия до специалиста то есть какое-то осуждение или непонимание и конечно тогда ты меняешь специалиста и такое разочаровываешься и думаешь такое блин наверно может реально уже фигня какая-то чуть наверно не буду ходить вообще тут надо еще понять чем вы работаете если к нашим выпускникам к тебе приходит девочка со словами кристина здравствуйте у меня панические атаки не могу есть метро и в институт то у тебя есть четкий протокол по которым вы работаете да мы не будем его специально палить но вас есть четкий протокол первое что ты сделаешь это вернешь ее к самостоятельной жизни чтобы она ездила в метро и чтобы она ездила в институт а потом уже приступит к другим вещам и ты будешь длине эффективной и она будет к тебе относиться с доверием ты не будешь ей рассказывать о том что я не будет нужно потому что первое что и нужно это избавиться от своих проблем и туго давай подытожим до коморбидные заболевания есть да действительно они похожи на невротические это головокружение это слабость вялость разбит утомляемость шаткость походки и так далее и тому подобное основные коморбиды это либо заболевание крови либо это заболевание эндокринологии либо это в крайнем случае онкологические проблемы либо это проблема хронических воспалений кстати говоря хронический вирус герпеса тоже дает астеническую историю и для того чтобы исключить эти коморбидные заболевания нужно просто грамотно обратиться к врачам сдать правильные анализы либо к нашим выпускникам которые подскажут вам какому врачу нужно обратиться если вы чувствуете те или иные симптомы спасибо тебе большое тебе спасибо